Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сначала в Европейском Союзе Как правильно реагировать на эту проблему? Да, другая позиция Точнее, другие меры принимают Сами бельгийские власти К примеру, все торговые центры Магазины, где продают одежду И другие товары Будут работать только в будние дни Рестораны, бары Спортивные какие-то центры Фитнес, они все будут закрыты Пока до 3 апреля А магазины, где продают еду Аптеки и заправки Они работают в обычном режиме все дни А как это значит? Как работают магазины? Как изменилась работа в магазинах Продажа товаров? Ты же уже видел, как это происходило Несколько дней перед тем, как вели Так называемый карантин И сейчас Что изменилось? Да, но все магазины обычно работают Вне зависимости, что они продают Они работали все дни С понедельника по воскресенье Теперь же Воскресенье не работали И работали они в свои обычные часы Особенно так, как Брюссель Это туристический город Здесь достаточно много туристов И даже в будние дни Очень много туристов В торговых центрах В ресторанах В барах И соответственно Все эти магазины По выходным не будут работать И останутся работать Только продуктовые магазины Во все дни И считайте, что Бары, рестораны Уже все будут закрыты И покупка товаров Да Да, что интересно Покупка товаров Для того, чтобы снизить Контакт, скажем Между людьми И, скажем С вещами, к которым Прикасаются сами люди Когда вы идете в магазин Вы либо оплачиваете Своей картой Не прикасаясь К кассиру И кассир не прикасается К вашей карте А если же у вас Наличные деньги У каждого кассира Стоит специальная машинка Куда вы ложите Свои деньги И из этой же машинки Выходит сдача То есть Ни кассир Не трогает ваши деньги Ни вы Не прикасаетесь к кассиру Соответственно Сдачу от кассира Не получаете Все кассиры Работают в перчатках У каждого кассира У стойки Стоит санитайзер То есть Он каждый раз После того, как С одним клиентом Поработал Он обрабатывает Свои руки Я в Казахстане Видел разные Фото-видео Ну разговаривал с разными людьми Пока такого я не видел Возможно Такое есть Может наши Те, кто смотрят нас Нам напишут комментарии Да, расскажите обязательно Как это выглядит у вас Как супермаркеты Пытаются Сейчас Останавливать Распространение Этого вируса Вот как раз таки Сейчас пишут Это реальные угрозы Или международный фейк Вот Даньяр У тебя медицинское образование Что ты можешь рассказать Про историю вируса Сам вирус И, собственно говоря Элементарный метод защиты Да Сам вирус По Скажем Общепринятой теории Возник Где-то в декабре В конце декабря месяца В Китае В городе Вухань Возник он Предположительно Как одна из теорий На рынке И передался Возможно От животного К человеку И далее От человека К человеку Он передается Либо Воздушно-капельным путем То есть через воздух Который мы дышим Или если вы чихаете И человек Находится рядом с вами Также Вирус От нескольких часов До нескольких дней Может находиться На поверхностях К примеру На пластиковых бутылках На ручках дверей На поручнях Внутри Общественного транспорта На столе На стуле Да Даже на верхней одежде На каких-то Железных покрытиях И потом вы это Трогаете Своими руками Прикасаетесь В течение дня К своим губам К носу К глазам И через слизистый Вирус Как бы Попадает Вам в дыхательные пути Насколько это опасный Сам вирус Да Потому что Раньше же тоже существовали Коронавирусы Почему этот вирус Так опасен Что это такое Во-первых Это новый вирус Который вызывает Так называемую Атипичную пневмонию Да То есть это разновидность Коронавируса Он раньше Существует много Коронавирусов Но этот вирус Конкретно новый Да Существуют разные Типы коронавирусов И этот вирус Он новый То есть Раньше о нем Не знали В чем его особенность Скажем Восемь Точнее Начнем с инкубационного Периода То есть это С момента заражения До момента Возникновения Симптомов Приблизительно От 1 до 14 дней То есть у разных людей Это может быть На 5 день У кого-то На 10 день У кого-то Через 2 недели Обычные симптомы Такие же Как К примеру При гриппе Или при При других Заболеваниях При дыхательных путей Это кашель Температура Может болеть В горле В общем Недомогание Слабость То есть Сами Вы Не врач Не сможет определить Что это за заболевание Без Без специальных тестов Без специальных тестов Хронические заболевания Или Олимпия Олимпия Также В Европе Сейчас Несколько крупных очагов Это в Италии Во Франции Испании Германии Это Иран Это Южная Корея И умирают В основном От дыхательных Недостаточных То есть В крови человека Недостаточно Кислорода И других газов И естественно Вы умираете От недостатка Кислорода И поэтому Чем должен Обращен быть У госпиталей То есть Какой самый Такой Скажем так Какие больше всего Должны быть Какое должно быть Оборудование У госпиталя Более-менее Для того Чтобы адекватно Ответить на Это заболевание Ну начну с того Что специфического Лечения Не существует Лечение Только поддерживающая Терапия Жаропонижающие Иммуностимулирующие Препараты Но для тех Кто развивает Именно тяжелые формы Им требуется Препарат Ой препарат Оборудование Для искусственной Вентиляции Легких Которые Установлены В отделениях Интенсированной Терапии Таких Такого оборудования Не много На то количество Поступающих Больных Его не хватает Даже в Европе Не говоря уже Значит немного Может быть Давай конкретно Тоже Это говорим Потому что Например Среднее число Вот сегодня Было заявление Представителей Правительства Великобритании Они сказали Что у них Всего Пять тысяч Этих Специальных Индивидуальных Скажем так Как это правильно Назвать Оборудование Для искусственной Вентиляции Легких Да Именно Так вот У них Всего Пять тысяч Видов Этих Приборов А получается Число Людей Которые Могут Нуждаться В этом Значительно Увеличивается И может Потенциально Увеличиться Ну то есть Как быть То есть Как обычно Сейчас К чему Призывают Скажем так Правительство Как они Пытаются Найти это Решение Ну во-первых Говоря о количестве К примеру Я не знаю Сколько В Казахстане Есть такого Оборудования Но Примерно Надо рассчитывать Что Из 100% Зараженных Около 19% В этом Могут Нуждаться Им может Понадобиться Да Это оборудование И естественно В зависимости от того Сколько реальных Этих случаев Зараженных Мы будем От этого Количества Считать Но надо Не забывать Что помимо Этих больных Коронавирусом Есть и другие Больные По другим Заболеваниям Которым Такое Оборудование Необходимо К примеру В Германии Правительство Заявило Что они Заказали 10 тысяч 10 тысяч Оборудования Для искусственной Вентиляции Легких В Италии 5 тысяч Необходимо То есть Довольно Огромное Огромное Количество Хорошо А что Можешь Сказать По поводу Рекомендации Представителей Правительства Франции О таких Лекарствах Как Ибопрофен Которые Можно Купить Спокойно В супермаркете В аптеке Это вообще Общая проблема Что в Казахстане Подавляющее количество Лекарств Продается Без рецепта Стоит ли Заниматься Самолечением Какие Сейчас Дают Рекомендации Представители Правительства В европейских Странах Демократических Странах Своим Гражданам Вообще Самолечением Нигде Не рекомендуется Заниматься Но я думаю Что есть смысл Об этом Скоро подробно Специально Да Не по какому Заболеванию Особенно Сейчас Когда Сильно Распространяется Коронавирусная Инфекция Что касается Ибупрофена Это противовоспалительный Препарат Его часто Принимают Даже От боли И Даже Те Кто Там Думают Что у них Головная боль И они От головной Боли От температуры Якобы Принимают Но На самом деле Ибупрофен Нельзя принимать В случае С карнофиром Точнее Его не рекомендуют Принимать Потому что Так как Это противовоспалительный Препарат Он снижает Иммунный ответ На вирусную Инфекцию И естественно Вы свой сам Иммунитет Ограничиваете В реакции На вирусную Инфекцию Давай Может еще раз Это повторим Потому что Это очень важно Человеческий организм На самом деле Сейчас не существует Никакого лекарства Правильно Вакцина может быть Разработана Не раньше Чем через 8-18 месяцев Единственный механизм Как эту болезнь Каждый из нас Может пережить Это за счет Своего собственного Иммунитета Ему Ему не надо Ему не надо Мешать И поэтому Скажем Ибупротен Не рекомендуется Принимать Для того Чтобы Скажем Для Понижения Температуры Есть Парацетамол Но эту Температуру Надо понижать Только после 38.5 До этого Нет необходимости Принимать Потому что Повышение Температуры Тела Это одна Из реакций Организма Для того Чтобы Уничтожить Вирус И так же У нас в Казахстане Любят Часто Кашель Головная боль Температура Принимать Антибиотики Или в таблетках Или уколы Чего делать Тоже нельзя Потому что Это вирусное Заболевание И антибиотики На него не действуют Только в случае Если у вас Помимо вируса Еще присоединяется Бактериальная инфекция Тогда только Вам назначают Но только По назначению Врача На основании Лабораторных анализов Да А теперь Насчет лабораторных анализов Вот Я анализировала СМИ О сообщениях О том Что происходит В других странах Например В Европейском Союзе В 27 государствах В том числе И плюс Еще в Великобритании Дополнительно И плюс То что происходит В США В Канаде Даже в Бразилии Так вот Совсем недавно Я не знаю Насколько Казахстанцы Об этом Знают Несколько дней назад Была встреча Представителей Правительства И президента США Вместе с бразильской делегацией И спустя некоторое время Появилась информация О том Что Один из представителей Делегации Бразилии Были сначала информации Даже что возможно Президент Бразилии Потом эта информация Была провернута Потом снова СМИ сообщали В конечном итоге Что сказали Таким образом Что кто-то Из бразильской делегации Точно был позитивно Тестирован На коронавирус И в связи с этим Президент США Также делал Тест И к счастью Насколько нам известно Сейчас из официальной информации Этот тест был негативным Но Позитивный тест Был у супруги Например Премьера Канады Трюдо Был Позитивный тест У жены Премьера Испании Достаточно Много позитивных Тестов У представителей Правительства И парламентарий Франции Германии Италии В связи с этим Очень важно Понимать Что этот вирус Он подвержен Он поражает Абсолютно всех И Относиться к нему Легкомысленно Нельзя И Даньяр Может быть ты знаешь О том Какие мер Предпринимают В различных Госпиталях То есть Какие там Проблемы Например Сейчас С чем сталкиваются Если ты можешь Про это рассказать Было бы тоже Замечательно В начале С того Как диагностируют Вообще Коронавирусную инфекцию Я сейчас Не нахожусь В стране Поэтому Как это делают В Казахстане Я не могу говорить Я буду говорить Так как это делают Вот здесь В европейских странах Существует Два метода Для диагностики Коронавирусной инфекции Первый Это ПЦР Полимеразная Цветная реакция Берут Обычно Мазок С носа С ротоглотки Берут Кровь И в течение Пяти часов Анализ Проводится И Врач получает Обычный Анализ На следующий день То есть Этот анализ Занимает Какое-то время Есть Экспресс Тесты Которые Сейчас Изготовили Как бы Есть Сам Вирус По той Информации Что есть Как бы В СМИ В Казахстан Закупили Тесты Но Какие Тесты Как их Проводят В каком количестве Сколько раз Они его проводят Когда Они его проводят На каких Людях Они его проводят Когда Считается Человек Больной А когда Считается Что он Выздоровел То есть Есть Определенные Рекомендации Всемирной Организации Довоохранения Но В Казахстане Нету Детально Не рассказали О том Как это Проводится И Здесь Опять Мы Возвращаемся К вопросам Которые Пишут В комментариях Я вижу Например Какие Противовирусные Препараты Принимать Вот Называется Цикловир Лук Чеснок Помогает Что делать Ну то есть Давайте Еще раз Повторим Что сейчас Нет Вакцины Да Специфического Лечения От этого Вируса Не существует Так как Большинство Случаев 81% Заболеваний Точнее От всех Инфицированных Протекают В легкой Форме В основном Это поддерживающая Терапия Это Жаропонижающие Иммуностимулирующие В целом Для того Чтобы Поддержать Ваш Организм В остальных Случаях 19% Требуется Именно Для того Чтобы Была Вспомогательная Чтоб Человеку Помогли Дышать Ну и Все остальные Как бы Они Стоятся Так же Но там Еще Может В зависимости От состояния Человека Каких-то Сопутствующих Заболеваний Еще Что-то Могут Дополнительно Назначать Лук Чеснок Это Все Конечно Хорошо Но Нет прямой Связи Не доказано Прямой связи Что Лук Чеснок Помогает Но При этом Я хочу Сказать Что Правильное Рациональное Сбалансированное Питание Сон Питание Это Обязательно Белки Это Обязательно Фрукты Овощи Обязательно Все нужно Мыть И Полностью Готовить Не полусырым Не полужаренным А полностью Приготовленным Хорошо Мытым Обязательно Спорт По возможности Дома Или если Вы бегаете Где-то На улице Обязательно Но не в спортзалах Спортзалы Сейчас необходимо Избегать Спортзалы все закрыты Насколько я знаю В Бельгии Но мы же не знаем Как в Казахстане Вроде закрыты Вроде закрыты Исходя из того Что я прочитал В интернете Окей Ну то есть Еще раз Подытожим Вашему Организму Мешать Не надо Он должен Справиться С этой болезнью То есть Не надо Его пичкать Никакими Дополнительными Лекарствами Важно Высыпаться Важно Очень много Пить Теплой воды То есть Это Одна из Ключевых Рекомендаций Бельгийского Правительства ВОЗ Абсолютно Скажем Скажем Об ограничения Авиаперелетов Выдумка Ваши Вопрос Окружающих Точнее Вы болеете То есть Страны Касаться Лица Носа Глаз Рука Или Кушать То есть Еще раз Крайне важно Мыть руки Это прямо Крайне важно И правильно Мы потом Опубликуем у себя Видео Как правильно Мыть руки Вроде бы как Очень просто Но на самом деле Это делать Очень важно В течение Минимум 20 секунд Вы можете Пропеть песню Посчитать 20 секунд Все что угодно Просто крайне важно Чтобы мыло Смогло на ваших руках Поработать Везде Особенно под ногтями И вы могли Смыть этот вирус Да Второй момент Это мыть руки Это собственная гигиена Если вы находитесь дома Или там На работе И у вас есть возможность Помыть руки Как только вы пришли С улицы На работу Или домой То вам обязательно Надо мыть руки То есть Не обязательно мыть там Каждые 5 минут Но после там Того как вы потрогали Какие-то поверхности Пришли откуда-то С кем-то Поздоровались Случайно Желательно мыть руки Как им здороваться? Вообще сейчас Лучше здороваться Знаете С расстояния Просто показали руку Не целоваться Не обниматься Не жать руку А если очень жена Хочется Что делать? Можно конечно Локтями Поздороваться Как сейчас многие делают Но я бы предпочел Просто на расстоянии Поднять руку И пошутить Да Как это делать сейчас Везде Шутить В Бельгии В Бельгии К примеру Здесь Везде практически В ресторанах Ну которые уже закрылись В зданиях офисных В магазинах Везде установлены Санитайзеры Спиртовые Вы пришли Я видел санитайзеры Только в онкологической клинике И в инфекционной В других клиниках Я не видел наличия санитайзера Там у каждого отделения То есть может В приемном отделении Оно и было Но в других отделениях Я лично не видел Возможно сейчас Ситуация поменялась Да Тоже сообщайте нам Пожалуйста об этом На ваших рабочих местах Работодатель Должен везде Это установить Желательно Это установить Не только в рабочих местах Но и Везде В любых там Магазинах Аптеках Везде Отлично Так Ну и теперь вопрос Что может делать Гражданское общество Какая роль Гражданского общества В том Чтобы сейчас Информировать Других граждан О том Что нельзя Скажем так Относиться Крайне Безответственно В отношении Распространения Пандемии Коронавируса И собственно говоря Какие меры Предпринимают Гражданское общество В других странах Я например Со своей стороны скажу Что Я слежу Как развивается Ситуация в Вельгии И в Польше И здесь Даже организации Которые занимаются Экологическими вопросами Защитой прав Животных Они сейчас Очень интенсивно Информируют Других граждан О том Как ответственно Подходить Какую дистанцию Необходимо держать Как правильно Мыть руки Почему Пандемия Коронавируса Это серьезное Заболевание Объясню Что даже Те меры Которые были Предприняты Правительством Франции До этого То есть Они например Ограничили время Распустили Школы Университеты И рекомендовали Работникам Работать И из дому Что при этом Сделали граждане Франции Они пошли Вечером Отметить Это дело В баре Или в ресторане И фактически Вчера вечером Поздно ночью Было предпринято Решение Правительства Франции О том Что необходимо В срочном порядке Закрывать В том числе Бары И рестораны Потому что Иначе Мы не можем Замедлить Темпы Распространения Пандемии Коронавируса Такие же меры Были предприняты В Германии В очень многих Барах И ресторанах Полиция В очень вежливой форме Пришла Но попросила Закрыть заведение В связи с тем Что там не сохранены Меры предосторожности Фактически Огромное количество Людей Находилось В том же самом Душном помещении И были все Созданы предпосылки Для распространения Вируса То есть еще раз Ответственность Прежде всего Лежит Не только на правительствах Которые создают Сейчас в Европейском Союзе Все предпосылки Для того Чтобы замедлить Пандемию Но в то же время И на гражданах Поэтому Активные граждане Которые знают Как отстаивать Свои права В Казахстане Они должны смотреть За опытом Каким образом Пытаются Замедлить То есть Ну Официально Есть понимание Что этой болезнью Переболеет Минимум 60-70% Населения Германии Я не думаю Что в других странах Будут другие цифры Германия Одна из самых Развитых стран И там выделено Порядка 50 миллиардов Евро Для того Чтобы бороться С последствиями Пандемии Коронавируса Вот теперь Представьте Какие реалии Будут в Казахстане Поэтому гражданское Общество Должно Отстаивать Своё право На безопасность Своё право На здоровье И право На здоровье Своих граждан И для этого Вам необходимо Взять в руки Эту ситуацию Информировать Как правильно Себя защищать Пояснять Только тогда Вы сможете Занизить Этот Темп развития Пандемии В Казахстане Это первый момент Помочь Врачам Которые сейчас Будут в ужасном Напряжении У них нет Никакого Оборудования Фактически Для того Чтобы обслужить Огромное количество Людей Ни в одной стране Нет Достаточного Оборудования Защитных материалов И так далее Для того Чтобы остановить Прямо сейчас Или помочь Абсолютно всем Именно поэтому Правительство Предпринимают Меры Для Занедления Пандемии И у вас Есть опыт Как правильно Отстаивать Свои права У вас есть опыт Как солидарно Действовать Учите этому Других граждан Поясняйте им Что паниковать Нельзя Нельзя Ставить Скажем так Относиться Легкомысленно К проблеме Коронавируса Но надо быть Крайне ответственным И в этом Может быть Огромная Ваша заслуга Чтобы Помочь врачам Помочь Всему обществу Пережить это время С минимальными Потерями Да Для сравнения Просто скажу Что к примеру В США Я вот недавно Выставил то Что в США Федеральное правительство Выделило свыше 8 миллиардов долларов Для поддержки Системы здравоохранения В Великобритании Это 5 миллиардов долларов В Австралии Это 2,5 миллиарда И это не считая Другого пакета Для экономического Стимулирования Стимулирования Рынка труда И так далее Пока данных По Казахстану Сколько будет Выделено На систему Здравоохранения Для ее поддержки Скажем В это трудное время Пока неизвестно Сколько это будет Скажем В разрезе Целой страны Куда конкретно Эти деньги Будут направлены То есть Эти вопросы Все Вы можете Адресовать Уже Властям Казахстана Сколько денег Будет Выделено Потому что Это ваше здоровье Это здоровье Ваших родных Близких Друзей Скажем Здесь Говорить о том Что дорого Недорого Не приходится Да Это будущие Поколения И страны Да Наверное Стоит резюмировать Все что мы Сказали Сегодня Первое Очень важно Как бы Себя защищать Это маски Это мыть руки Использовать Санитайзеры Это социальная Дистанция Два метра От человека Не здороваться Руками Там Можно поздороваться Издалека Не целоваться Не обниматься Заботиться в стариках Да Максимально Работать Из дома Скажем В Европе Здесь В Америке Большая часть Работников Они работают С дома Сейчас Многое Автоматизировано И есть возможность Работать с дома Без необходимости Скажем Брать отпуск И так далее И так же Школьники И студенты Все обучаются Онлайн С дома Расскажите Как ситуация В Казахстане Стоит Потому что Может быть Не у всех Школьников И не у всех Студентов Есть возможность Дистанционно Обучаться Нет элементарной Интернета Дома Условий Компьютеров Или смартфонов Сейчас Были заявления О том Что Большинство Образований Передут на дистанционные Расскажите Пожалуйста Как у вас Это происходит Пожалуйста Вот здесь Пишут Правда ли Я скажу Я скажу Я скажу даже Больше Что Например Представители Гражданского Общества Польши Они сейчас Сделали Сбор Средств В том числе В этом Участвует Наш фонд Открытый диалог Для того Чтобы собирать Возможность Теплой еды Для врачей Они не могут К сожалению В моменте Когда начинают Контакты С инфицированным Коронавирусом В конечном итоге Возвращаться домой Держат связь Только исключительно Через телефон И конечно же Они под такой Нагрузкой Что не могут Вообще никогда Фактически выходить Поэтому в Польше Организована помощь Гражданским обществам И привозят Теплую еду Договорились с ресторанами Чтобы оказывать Такую услугу Собирают деньги Для этих целей И рестораны И кафе Доставляют теплую еду Врачам Для того Чтобы они могли Хоть как-то Скажем так Иметь какое-то Облегчение В этой ситуации То есть Вот вам один из примеров Каким образом Гражданское общество Тоже помогает друг другу Какая будет ситуация у вас Как это все развивается Насколько сейчас И в каких условиях Находятся Больные коронавирусами Или те Кто находится под подозрением Какие условия в больницах Как вас тестируют Как вам относятся врачи Насколько врачи подготовлены Насколько врачи Получают адекватные Тоже Скажем так Условия для работы Сообщайте пожалуйста Об этом нам Право человека Это базовое право А право на здоровье Это еще более Скажем так Первостепенное право Поэтому об этом тоже важно Заботиться каждому из нас Потому что это ваша безопасность Все Всем пока Последний вопрос Стоит ли приходить В институт Если нет возможности Вообще Все учебные заведения Должны Должны быть Закрыты Школы Это университеты Да Есть возможность Дистанционно Обучаться Или нет Тогда они должны Выйти на каникулы И организовать Обучение После То есть сейчас Стоит вопрос Между тем Чтобы сохранить Своё здоровье И не заболеть Или организовать Обучение То есть если нет возможности Ну хотя мы в таком веке Живем Что организовать Дистанционное образование Вообще нет никаких проблем Абсолютно верно Тут еще один вопрос был В торговых центрах Все тусят Кроме того Отменили школу Ничего не изменилось Кроме того Что отменили школу Ничего не изменилось Ну вот Это как раз таки Тот момент О котором я говорила Чуть-чуть раньше Где французское правительство Фактически было вынуждено Закрыть все торговые центры В связи с тем Что люди кинулись Просто-напросто гулять По магазинам Вместо того Чтобы сидеть дома И дальше Скопление людей Просто центр тяжести Перешел с работы В торговые центры Так вот Учитывая то Что в Казахстане Очень часто Правительство реагирует Слишком с большим опозданием Потому что у вас Такие меры должны были Претенены быть еще Гораздо раньше Как только Китай Объявил о том Что у них есть Проблема с коронавирусом А вам необходимо Как активным гражданам Взять на себя роль Чтобы объяснять Что сейчас Крайне важно Заботиться друг о друге Действительно Соблюдать эти расстояния Без большой потребности Не тусить в торговых центрах В ваших руках Не только ваше здоровье Но и здоровье ваших близких Поэтому делитесь этим эфиром Делитесь информацией Только с официальных источников Естественно И если будет необходимость Обсудить какие-то еще вопросы То мы выйдем в следующий эфир Да Всем пока Еще раз Все, всем спасибо Да, всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...